всем привет вы на канале компании автостронг давненько в беларуси у нас не происходило автомобильных выставок и вот это свершилось авто экспо 2023 это международная выставка проходит там же где проходили мотор шоу кто помнит эти прекрасные времена ставим лайк пишем комментарии впечатления ну а мы пошли знакомиться с новенькими авто сразу видно что все очень изменилось в двух словах практически все европейские марки ушли но на их место пришли китайский причем китайцы представлены не только официальными дилерами но и так называемыми серыми дилерами китайцы удивляют буквально каждый второй экземпляр похож на концепт кар но очень много автомобилей это темные лошадки даже google не знает ответов на многие вопросы что под капотом если в меню русский язык где обслуживать и что с гарантией давайте попробуем сегодня в этом разобраться итак начинаем учить китайские названия первая марка который мы подошли и улус это греческое слово имя бога ветра а google произносит эту марку немножечко по-другому слышно да вот так вот значит эта марка принадлежит государственному предприятию донг фэнк давайте посмотрим что здесь представлена а представлены именно три модели и улучшайн макс это седан длиной почти 4 и 8 метра с полтора литровым турбомотором мощностью 180 лошадиных сил предлагается с шестиступенчатым преселективом это заменитель toyota camry или keo optima здоровенный седан по подъемной цене снаружи выглядит серьезно солидно что внутри вставочки под алькантару под эко кожу салон тоже из эко кожи цифровая приборная панель горизонтальный дисплей в принципе все мило и без какого-либо закоса под лакши тушь и макса по цене и так смотрим 15 turbo 190 лошадиных сил 99000 белорусских рублей гибрид на 245 сил в основе этого гибрида все тот же мотор 15 turbo 114 тысяч белорусских рублей кому нужны цены в долларах на сегодняшний день делим на 3 и 3 ну а теперь давайте подойдем к юджу и так huge кроссовер цена 1 и 5 turbo тут 204 лошадиных сил и 125 тысяч белорусских рублей гибрид на 245 сил 140 тысяч белорусских рублей трансмиссию гибрида тут безступенчатая а привод только передний производитель обещает расход топлива чуть менее пяти литров по габаритам эта машина крупнее чем рав 4 целых 4 и 7 метров в длину выглядит этот кроссовер классно а интерьер даже приятнее и еще одна модель это shine gs с двигателем 1 и 5 125 лошадиных сил с персерективом 6 ступенчатым без турбины из турбины 197 лошадиных сил если по цене 72000 белорусских рублей 1 и 5 1 и 5 turbo есть версии 81 тысяча и 84 тысячи ну а что у нас в салоне а в салоне у нас буйство красок на фоне черного есть ставки оранжевые белые вот такая вот обшивочка под карбон и в салоне есть большой вертикальный мультимедийный дисплей ну естественно приборка тоже цифровая в общем все весело audi редкая старая знакомая на автоэкспо все модели узнаваемы даже ребенок скажет что вот это седан а4 это кроссовер q8 а вот это вот q5 но audi в тренде представлены две электрички мощность каждой по 500 лошадиных сил это с q8 спортбайки трон и audi e-tron gt это одни из самых дорогих машин выставки если посмотрим по цене то цена с q8 468 тысяч 60 белорусских рублей примерно такая же цена на может на 10-15 тысяч дешевле у e-tron gt давайте еще сравним цены с бензиновыми моделями то есть электричек с бензиновыми моделями audi q5 спортбэк 45 tfsi quattro на 245 лошадиных сил стоит 309 529 то есть 309 тысяч 529 белорусских рублей а вот q8 она по цене вот той электрички с qr 438 тысяч 450 рублей лет пять у стенда тесла бы скопилась тьма народу из детей и взрослых потому что именно эта марка протолкнула электромобильность на то место где она сейчас и находится то есть сделала электрички доступными и адекватными до дилера у тесла в беларуси нет но это не мешает теслам продаваться потому что их покупают и бэушными и новыми и битыми и ремонтирует ну и так далее у тесла все по-старому строго и по-спартански минимум кнопок то есть две аналоговые крутилки рычаги поворотника и переключения как-то сказать не трансмиссия грубо говоря вперед-назад и цифровой дисплей со всеми функциями то есть этот дисплей управляет всем автомобиля есть у нас еще вот такой пулемет tesla model x как вы помните у нее двери чайки открываются и смотрите запас хода 576 километров мощность 670 лошадей от 0 до 103 9 секунды ну 250 скорость 2 электромотора стоимость 110 тысяч 900 евро ну и как вы понимаете mercedes не стоял в стороне и сделал такую машину как и и и так вот 626 лошадиных сил мощность от 0 до 103 и 3518 километров запас хода 2 электромотора полный привод сто тридцать шесть тысяч евро мерседесовская цена ну и посмотрите действительно на лакшери сегмент давным-давно одна из первых марок которая пришла в беларусь кто помнит это была марка great wall но это те great wall у которых пистоны отваливались после двух лет эксплуатации а также были разного оттенка кузовные элементы так вот эти китайцы возвращаются к нам уже в новом качестве с маркой танк и причем у нас есть тут два танка один маленький второй побольше то есть танк 300 и танк 500 и танк на самом деле переводится с английского как баг они те кто подумал там что-то связано с бронетехникой так вот вот этот маленький т-300 это вот как тигуан с двухлитровым турбомотором и восьмиступенчатой трансмиссии zf мощность 220 лошадиных сил а вот этот вот здоровенный 5-метровый он уже с двигателем в 6 трехлитровым битурбированным мощностью 300 лошадиных сил и кстати вот в этом большом танке 9 ступка так вот что я вам скажу про внешность это тот случай когда дизайнеров не нанимали запада а вдохновлялись западными аналогами то есть здесь угадывается ford bronco ну и что то есть от джипа а вот в этом большом танке land cruiser toyota sequoia infinity qx причем не самых свежих поколений а вы как думаете напишите обязательно в комментариях а вы помните какой первый электромобиль был везен в беларусь а вот мы помним это nissan лиф nissan как и тесла мощно продвинул свою электричку в массы а что было потом а потом не было ничего то есть второе поколение лифт не прижилось здесь есть на стенде nissan aria давайте подойдем и подробнее о нем узнаем тут у нас очередной электрический nissan модель aria этот кроссовер класса qashqai оснащается батарея 65 киловатт-час либо 90 киловатт-час передний либо полный привод то есть один либо два мотора соответственно мощность 218 либо же 400 лошадиных сил aria выглядит футуристично в салоне довольно скромен но сделан со вкусом именно такими словами можно характеризовать практически любой не китайский современный автомобиль говорят что aria выгодно возить из сша как было и с половиной модели ли для полного успеха этой модели нужна база запчастей и специалисты по обслуживанию а пока имеем то что имеем всего одна такая машина есть продажа в беларуси и едва ли их станет больше что тут у нас по цене сто семьдесят четыре девятьсот белорусских рублей напоминаем курс на сегодняшний день 3 3 еще один бренд а вернее суп бренд джили это зиккер то есть это электромобили на данный момент они представлены тремя моделями зиккер 009 зиккер 001 и зиккер икс совершенно новый а вот зиккер икс это не только мощный ответ конкурентом но и всяким там volkswagen батарея у него 66 киловатт в час есть версии с одним мотором есть версии с двумя моторами соответственно мощность 272 и 476 лошадиных сил длина этого хэтчбека четыре с половиной метра и приличный запас хода 500 километров интерьер у него минималистичный и навороченный одновременно вы посмотрите чего только стоит вот эта функция когда монитор отъезжает к пассажиру очень жаль что зиккер официально не представлен в белоруссии то есть есть вопросы с сервисом запчастями и так далее просто если бы он был представлен тот тогда это был бы бестселлер по-любому сейчас бивойди занимает эту нишу а вот так вот выглядит высокотехнологичная роскошь из китая hi-fi z билборд автоботы просто пушка гонка а не машина здесь очень много всего интересного а что именно вот эти мониторы под передними фарами могут выражать какие-то эмоции мониторы под задними фонарями какие-то анимированные сообщения также здесь есть еще пикселевые мониторы по бокам в общем машина очень футуристичная и интересная но несмотря на все это ребячество оба мотора выдают 672 лошадиных силы разгоняется на до сотки за 2 и 8 а батарея огромная 120 киловатт час стоит она примерно 100 тысяч долларов и это дешевле чем любой европейский гран туризма вот такого вот класса но и к сожалению даже мы открыть ее не можем потому что машину уже купили владелец забрал ключи и ее никак нельзя открыть если бы rolls-royce делали в китае то его бы называли хун ци и стоил он бы не 500 тысяч долларов а примерно 120 и так встречаем очень интересная марка на сегодняшней выставке это хун ци h9 это огромный седан который стоит 85 тысяч долларов так вот как вы думаете что у него под капотом мягкий гибрид 2 и 0 turbo то есть выдает не так много лошадиных сил максимальная версия это 3 и 0 битурбо выдает 283 лошадиных сил и так вот это естественно вдвое меньше чем у бмв мерседеса и ауди вот обязательно напишите в комментариях достойны ли вот эти машины заменить именитые бренды и кстати у немцев еще и дизелек есть есть еще и вот такой вот кроссовер с обеих моторов он выдает 552 лошадиных сил и пуляет до 100 за пять секунд салон у него шикарнейший то есть и мониторы есть даже вставки из натурального дерева ну а вы что скажете напишите что лучше rolls-royce x7 или gls ну потому что они в два раза дороже либо же все-таки отдаете предпочтение вот таким вот новым еще не особо известным автомобилям а вот кто это у нас такой вот синенький притаился а вот это by the hand и скажу одну цифру вам за прошлый год их было продано миллион девятьсот тысяч то есть это самый продаваемый электромобиль они тесла так вот данной комплектации у него 205 лошадиных сил один электромотор но есть версия с двумя электромоторами и 515 лошадиных сил опуляет она до 100 за 3 и 9 секунды вот такой вот результат кстати by the один из самых крупных производителей литий-железно-фосфатных батарей которые закупают даже тесла и мерседес эти батареи естественно стоят во всех моделях by the a вот этот вот огромный кроссовер by the tank у него огромное литий-железно-фосфатная батарея почти на 109 киловатт-час салона три ряда с раздельными креслами то есть на 6 человек 635 лошадей и разгон до сотни за 4 4 салон классный качественный богатый и огромный все это чудо стоит около 56 500 долларов китайские автопроизводители могут и минивены сейчас покажем вам три из них и начнем вот с этого зикера 009 это чисто электробус батарея 140 киловатт-час суммарная мощность моторов 536 лошадиных сил вот такой вот веселенький автомобильчик эта машина старается напомнить кроссовер но сдвижные задние двери сиденья трансформеры на втором ряду и складные столики дают понять что эта машина пришла на смену v-классу и альфарду а вот этот вот автомобиль воях 3 чтобы вы визуально могли сравнить три минивэна которых мы рассказываем три китайских минивэна подойдем еще раз и напомним что есть две версии это последовательный гибрид и чистая электричка последовательный гибрид то есть вы можете заправлять бензином и полтора литровый турбомотор будет крутить генератор генератор будет заряжать батарею 25 киловатт-час суммарная мощность которая получается это 394 лошадиных силы а вот чистая электричка имеет батарею 109 киловатт-час и 425 электроконей это очень длинная машина 5 и 3 метра интерьер даже спереди не выглядит утилитарно там три дисплея для разных функций а пассажирская часть салона оформлена в стиле суперсовременного бизнес-джета а вот этот вот мрачный красавец называется хун ци h q9 и это не гибрид не электричка а минивэн с чисто бензиновым мотором 2.0 turbo 252 лошадиных силы стоимостью сто двадцать семь тысяч долларов давайте посмотрим что там внутри в общем по итогу три минивэна из китая совершенно разные и никто никогда не скажет что они склепаны на одном заводе да и еще они дешевле аналогов из германии и японии но к сожалению нету груза пассажирских версий давайте нам быстренько груза пассажирские версии как volkswagen транспортер а вот это еще один китайский производитель не он это не ой это 5 седан фастбек есть еще версия туринг так вот версии туринг багажник 450 литров что можно еще о нем сказать два электромотора выдают суммарную мощность 490 лошадиных сил у него огромнейшая батарея 150 киловатт час и этот седанчик может проехать на полном заряде на минуточку 1000 километров мультимедийный дисплей 13 дюймов и сделан на основе технологии amoled так вот контрастности разрешения просто высочайший еще есть голосовой помощник номер но нету пока русской версии то есть русского языка он пока не понимает что-то бормочет на своем китайском а вообще в модельном ряду него 7 моделей из них 4 кроссовера и кстати в китае него строит сеть станций которые просто за пару минут меняют севшую батарею на другую абсолютно заряженную да да хоть кто-то воплотил эту идею из прошлого ну вот такой вот репортаж у нас получился если 10 лет назад мы на дорогах наших стран когда проводилось мотор-шоу последние в беларуси могли встретить вот такие машины очень часто то за 10 лет все абсолютно поменялось производители американские производители из китая дали нам такие технологии и такие характеристики автомобилей что это просто немыслимо то есть можно ли было подумать что 10 лет назад какой-то седан не спорткар не гран туризма что седан может выдавать 400 500 лошадиных сил минивэн вот последними смотрели 536 лошадиных сил это казалось просто нереальным то есть если сравнивать автомобиль со смартфонами то из дискового телефона он превратился смартфон и это еще не предел то есть китайские производители они мчат просто с нереальной скоростью это касается и салона и дизайна и мощности и технологий и всего что включает себя автомобиль и все это потребитель получает не за такие большие деньги то есть вдумайтесь мы сейчас можем купить автомобиль который разгоняется за 4 секунды до 100 мощностью около 400 лошадиных сил в бюджете от 25 до 35 тысяч долларов это вообще мы могли подумать 10 лет назад вот если возьмем какой-нибудь rolls-royce или bentley continental gt с мощностью более 500 лошадиных сил которые стали там по 200 250 300 тысяч долларов то сейчас вот практически такой же кайф только электрический мы получаем по суммам в десять раз меньше если вам понравился такой формат наших репортажей то обязательно напишите об этом в комментариях не забудьте поставить лайк колокольчик подписаться на канал мы обязательно прочитаем все комментарии и учтем все ваши пожелания помните что с вами всегда была есть и будет компания автострой субтитры сделал DimaTorzok